Сыр лучше использовать не как спортивный снаряд, а как полезный продукт. Думаю, с этим согласится и Татьяна Проворная. Правда, в её сегодняшнем кулинарном шедевре сыра-то как раз и нет. Доброе утро! Сегодня мы поговорим с вами о фруктовом салате. Мы уже сделали тёплый фруктовый салат, но разница в том, что тепловой обработке мы сегодня фрукты подвергать не будем. Естественно, сохранятся все витамины, и он будет гораздо более полезным. Я предлагаю сегодня для фруктового салата взять манго, половинку, половинка апельсина, половинка грейпфрута, дальше одна груша, яблоко, горсть малины, штучек 7-8 клубнички и пару долек ананаса. Любой салат отличает фруктовый или овощной. Просто нарезанные овощи или фрукты от салата, собственно, тем, что в него входит салатная заправка. И прежде всего мы с вами будем делать соус, который будет являться сегодня нашей салатной заправкой. Для этого нам понадобится 250 граммов апельсинного сока, вы можете выжать сок сами. Я взяла его из пакета, это тоже не возбраняется. 125 граммов сахарного песка, горсть листиков мяты, штучек 10, 20 граммов апельсинового ликера и немножечко добавлю кардамона молотого. Он придаст такую изюминку нашему соусу. Мы сливаем все в ковшик. И ставим на огонь. Теперь нам надо подождать закипание и покипит 5 минут. Пока наш соус или сироп, можно назвать его по-разному, будет закипать, мы должны порезать фрукты. Фрукты для салата мы будем резать мелким кубиком, со стороны где-то сантиметра полтора. Но перед этим мы должны оставить несколько долек для украшения, которые в сиропе вымачивать мы не будем. Сначала мы чистим яблоко. Нам нужно убрать сердцевину. Теперь груша. Ее нарезаем на кусочки. Центральную часть тоже нужно вырезать. Ну, кусочки груши мы можем порезать уже кубиком. И все будем складывать в салатник. Все подготовленные фрукты. Теперь мы займемся яблоками. Вырежем несколько долечек для украшения. Буквально по 3 штучки на формочку. Последняя долечка. И теперь яблоки нам надо тоже порезать мелким кубиком. Складываем туда же форму. Нам надо подсмотреть наш сироп. Он уже готов. Мы его просто отставим и пусть он немножко остынет. Мы продолжим заниматься фруктами. Следующий это манго. Манго мы очищаем от кожицы. Также будем резать кубиком и оставим несколько долек для украшения. Дольки для украшения сложим в отдельную тарелку. Дальше мы режем также кубиком. Теперь мы займемся апельсином и греем. Апельсин нам нужно нарезать на такие вот тоненькие кружочки. Кожу нам потом надо будет снять. Просто вы можете ее обрезать вот так. Грейтфрукт мы можем очистить просто лукой. И также потом мелко его нарезать. Единственное, что, конечно, чем бы хотелось, чтобы белые волокна мы максимально сняли. Мы разделили на долечки. И вот таким вот образом белые шкурки мы просто срежем. То есть нам желательно грейтфрукт получить без пленок. Последний мы берем анамас. Обрезаем края. И будем нарезать на квадратики так же. Салат наш готов. Теперь нам нужно приготовить соус, процедить его. Он уже у нас готов. И теперь нам нужно будет его остудить до комнатной температуры, чтобы потом использовать в салат. Соус у нас готов. Остыл. Теперь мы заливаем им фрукты. И вот так фрукты должны постоять в течение часа, чтобы пропитаться. Можно их немножко вот так прижать. И оставим их отдохнуть на часок-другой. Теперь нам, собственно, нужно украсить наш салат. Для этого мы берем клубничку. Режем ее на 4 части. Хвостики желательно зеленые оставлять. Малину мы резать не будем. Она будет целиком. Нам нужно, собственно, разложить наш салатик. Можно брать его прямо с соусом, потому что фрукты, я смотрю, впитали его. И наполняем наши бокалы. Далее мы украсим вот так вот яблочками. Дальше мы посыпем малинкой и клубничкой. В завершение всего мы положим листочек мята. Наш десерт готов. Море витаминов и удовольствия. Наслаждайтесь каждый день. Ешьте с удовольствием. Ешьте здоровую пищу. Будьте с нами. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!